В Кирове начали ремонтировать дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». К работам приступили на улицах Грибоедовой и 4-м Северном переулке. На этих участках подрядчик уже начал приводить в порядок пешеходные дорожки и укладывать бордюрный камень. Наша съемочная группа посмотрела, как продвигается процесс. Андрей Пантелев живет на 4-м Северном переулке больше 30 лет. Тут у него свой дом и огород. Сколько себя помнит, дороги здесь никогда не было. Одно направление. Кругом ямы до Рытвины. Мнение у всех одинаково. В одни ямы. Дороги нет, можно сказать. Пару дней назад местный житель увидел рабочих и услышал звук отбойного молотка. Оказалось, что 4-й Северный переулок наконец начали приводить в порядок. В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт самой дороги на 4-м Северном переулке пока не стартовал. Судя по всему, решили начать с благоустройства пешеходных дорожек. На некоторых участках, например, таких как этих, уже положили бордюрный камень. И прямо сейчас рабочие укрепляют его с помощью бетона. Ремонтировать дорожное полотно пока рано, рассказал представитель подрядчика. Погода не позволяет, холодно. Вот установится стабильный плюс, тогда и начнут фрезерование и укладку нижнего слоя покрытия. Всего отремонтируют около 700 метров дороги. Параллельно работы идут и на улице Грибоедова. Этого события жители близлежащих домов ждали давно. Пока дорога больше напоминает место военных действий. Водители и пешеходы много раз жаловались на ее состояние. Мы устали, вот допустим, ходить в детскую поликлинику, вообще невозможно было. То есть здесь трясет, там машины поставят, то есть дорогу уже не перейти. А с этой стороны одни ямы, пока идешь, там можно все мозги ребенку вытрясти. Я уже и писала, и неоднократно. Там ни проехать, ни пройти. Ноги можно сломать, жена с коляской ходит, вообще это безобразие. Знали об этом и городские власти. Поэтому и включили улицу Грибоедова в список ремонта по программе БКД. Пока здесь демонтируют старый бордюрный камень. Рабочие устанавливают вот такие временные знаки. Они предупреждают водителей о том, что сейчас здесь ведутся ремонтные работы. И просят не оставлять свои автомобили на дороге. Точных сведений о том, когда дорожники закончат работы на обеих улицах, нет. Известно, что всего в городе в этом году отремонтируют 62 участка. Из всех источников финансирования на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Ульяна Ездакова, Алексей Зырянов, Бюро Новостей Давич.